Появилось продолжение фрагмента. Ставьте лайк и смотрите. Ферит отводит Сиран в комнату, закрывает комнату на ключ, берет оружие, которое было у него в руках, подводит к себе и говорит, если не скажешь, зачем ты это сделала, то я в себя выстрелю. Сиран волнуется и все рассказывает, также она все рассказывает Халису, Халис просит прощения и не строит план. Как вам такие новости, напишите. Рейтинг зимородка сильно упал. Истерика Ферита в начале, с одной стороны понятно, с другой нет. Когда он делал что-то, что приносило боль Сиран и даже не во благо ей, как здесь, чтобы ее его отец вышел, она жертвует собой, а он просто делал, чтобы удовлетворить свое эго. Когда шел в клуб, оставлял ее в слезах, когда в машине на нее кричал, где она пыталась прояснить ситуацию Султан. Когда привел Пелен в тихую в особняк, ни разу не думал о том, что делает больно, а сейчас кричит о том, как она может поступать так, ведь он женатый. Но при этом сам будучи в браке оставлял одну, а бежал и гулял по клубам. И не думал, что женатый, поэтому сказать, что мне его жалко. Не могу, для меня это первый герой сериала, который не вызывает жалости, сочувствие, тяжелое детство. А в чем тяжелое? Его били, унижали, его превозносили, позволяли многое, ему все прощалось. Что-то делал, сразу же откупали, и оправдывать его действия сейчас этим глупо. Для меня он мальчик-эгоист, который хочет, чтоб все было, как он скажет и как он хочет. Сиран. Вечная жертва, физически и психологически, отца, жертва психологического абьюзера мужа, вечно жертвует собой, терпит. И ведь спасибо ей за это никто, он скажет, лишь опять обвинят и скажут, что как ты могла смолчать, я ведь просил, говори мне. Казым ни капли не изменился, ничего его не исправило. А многие плакали, когда его везли на скорой. Но в итоге, каким был, такой и остался. Во всем виноваты дочери, их выбор. Слов нет, удивили слова деда, отправь Нюкет обратно, как то так было, что она пятая летняя. Или как. Она в браке, между прочим, у нее своя жизнь, что значит отправь. Удивляет Ка, чему вообще это было сказано. Кай Сун, мое сердечко. Больно. Для меня пара радовала глаз, Кай заботился о ней, помог в ситуации с отцом. А сейчас так тупо разводят их, больно было за Кая. Зачем разводить, ну хотите слить, просто отправить в Лондон и все, закрыть линию и на этом конец. Такая красивая пара, ведь я думаю, если бы она родила ему ребенка, уехала бы с ним, он бы ценил ее и ребенка. Смешно. Было от слов, так мужчины себя не ведут, ну да, Кай прикрыл тебя, когда отец вам угрожал, сказав женюсь, Кай поддерживал тебя, Кай защитил перед эфакат, но зато так себя не ведут, зато женщины думают о другом мужике, сходя с ума, еще и выводя мужа на ревность. Безумно жаль Каю в этой ситуации. Выводить таким образом и разлучать пару, это еще рейтингов в минус. И еще претендует на третий сезон. О чем будет этот третий сезон? Невра и Суна сходят с ума по ферриту? Не хочется смотреть на такое, неинтересно смотреть, как курицы бегают за одним, простите, будто феррит самый лучший, лучше нету. Зачем водить, как Суна сохнет по ферриту, если ни разу за эти серии она не проявила, что он ей нравится наоборот. Она была жесткой к нему, проявляла злость и ненависть. Как она кричала, что Кая не феррит, что Кая не поступит, как он и, в итоге, и резко вбили в голову, что то и она верит и ждет, и действует. Я в это не верю, это слишком тупо для меня, иметь такого мужчину рядом и творить такую дичь. По поводу Пелена Сертера, с одной стороны он поступил, правильно отобрав телефон, такое нужно выжигать, вырывать, да больно, но именно в ситуации с Пелен, нужно ограничить ее от объекта вожделения. Но с другой стороны, удивляет, почему только его номер. А мать, дядя, как-никак с ними общаться и запрещать не стоит, мое личное мнение, если в дальнейшем так и будет, где он будет запрещать ей общаться, держать в заперте, хватать за шею, угрожать. Это, еще один абьюзер, лучше было бы уехать ей с мамой лечиться и все. И самое главное, до сих пор, Ферит так и не понимает, почему она была несчастна рядом и почему плакала, почему ей было больно, ему так и не дошло. И правильно она сказала, лгун, эгоист, неверный муж. И защищать его и жалеть мне не хочется. Заслужил, для меня эту серию сделала Нюкет своим юмором. Остальное полное разочарование. Выбор Сиран в пользу Акина стал большим разочарованием для Ферита, и у него случился нервный срыв. Несмотря на то, что Сиран сделала этот выбор, чтобы спасти Архана, она чувствует боль из-за того, что оставила Ферита одного в такой ситуации. Ферит, которому пришлось отказаться от идеи создания собственного бренда под давлением деда, получает неожиданное предложение от Невры. Пока Ферит ищет способ спасти своего отца, которому тяжело приходится в тюрьме, Акеш просит об освобождении Архана. Полагая, что Сиран все еще любит его, несмотря на то, что произошло, Ферит противостоит Козыму и Сиран, чтобы выяснить правду, но не получает желаемого ответа. Несмотря на то, что происходит событие, которое создаст праздничную атмосферу в доме Карханов, жертва, которую она принесет, заставит Сиран заплатить большую цену. Ферит со своими людьми возвращается в особняк. Потом он выходит с Сиран, и с Кизымом из особняка и замечает Акына. Ферит спрашивает, что он блин здесь делает. Кязым кричит, помолчите, пусть все слышат. Сиран умоляет его, папа, не смей. Кязым продолжает говорить, пусть все слышат. Акын и Сиран обручились, а после вашего развода мы сразу сыграем свадьбу. Вот и все. Ферит приходит в ярость и начинает душить Кизыма, говорит, я тебя убью. Акын кричит, Ферит. Но его скручивают люди Ферита. Сиран просит Ферита оставить Кизыма. Она говорит, Ферит, что ты делаешь? Папа. Ферит, отпусти. Ферит, отпусти. Отпусти. Ферит оставляет Кизыма и говорит, кроме моих приказов вы ничьи приказы слушать не будете. Ни папинах, ни дедушки. Абедин, ты тоже. Ферит берет пистолет у Абедина. Он говорит, Сиран, иди сюда. Она просит, Ферит, отпусти. Но Ферит никого не слушает, он берет Сиран на руки и уносит. Кязым кричит. Я покончу с тобой, Ферит. Ферит отвечает Кизыму, пусть покончит, если смогут, Кязым ага. Это все видят и Факат, Гюльгюн и Латив. На этом момент фрагмент заканчивается. Противоречивые чувства, от просмотра первого фрагмента, с одной стороны, полный восторг, как не обожать такого Фера, с другой стороны, есть маленькое опасение, что это эффектное похищение Корыджа может закончиться так же, как налет с ноги на дом софетов и я убью тебя, то есть никак надеюсь, что все изменилось после того, сколько им пришлось пережить, и события теперь будут развиваться по другому сценарию. Прежде всего, для этого нужен откровенный разговор, в общем, очень интересно, что будет дальше. Еще вчера появилась информация, что съемки, 62 серии проходили в особняке, присутствовала Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан, Дирин Палатагулари, Кязым, Мелехоская, Акын. Сиран приезжает в особняк из-за Суны. Но внутри особняка будет происходит нечто иное. Спойлерщики пишут, что Ферит закроет свою фисташку в комнате, чтобы она не ушла. Как вам такие новости, напишите. Ставьте лайк и смотрите дальше. В команду сценаристов Зимородка вернулся Ирхан Тунджер. От его руки появились первые 17 эпизодов. Что касается Пелен, то ее место в сериале закреплено до конца второго сезона, благодаря успешным переговорам с АДЖМ. Сертер тоже подиздевается над Пелен. А в итоге, когда рейтинги упадут, они что будут мстить. Тем временем Невра не теряет времени даром. Она хочет, чтобы бренд Ферита Кархана вышел на рынок Эсэп. Выяснилось, что именно она стояла за атакой байкеров на Халиса Кархана, пытаясь так подорвать его непоколебимость. Невра собирается встретиться с Феритом, чтобы обсудить будущее бренда, но Халис агачивает неладно и отказывается от покупки магазина. Однако Невра убеждает Ферита идти к своей мечте. Архан выходит на свободу, но перед этим его посетил Акеш, желающий отомстить Халису через Архана за прошлые обиды. Архан соглашается на сговор и наконец обретает свободу. Сейран, не вчитываясь, подписывает какие-то документы, думая, что это развод.